Юрий Николаевич Палагин Уроки русского языка и литературы – это еще и школьные и театральные постановки. Мало кто знает, что Юрий Николаевич поступал на актерский факультет в ГИКО и прошел отбор, но в последний момент курс сократили с 28 до 15 человек. Но все же у Юрия Палагина есть своя фильмография. Вот он в фильме «Снегурочка» режиссера Кадочникова. На съемки попали, когда были в походе. Летние путешествия с детьми – тоже часть воспоминаний его учеников. Чего только не было в походах. Вот как сам Юрий Николаевич вспоминал об этом. Вот нам первое число надо обязательно выехать, потому что девочка там седьмого с родителями нас куда-то расставляет. Вот. Адрес их нет. Я отначально укладывал. Когда есть дети, я смелый и невкновенный. Я готов что угодно вытеребовать, куда угодно зайти. Никакой у меня стеснений нет. Когда моя дочная какая-то просьба, я мучаюсь, раю чаще всего. Вот. И все, я пришел к начальнику. Ну что, в прицепе, мы пришли один в один. Юрий Николаевич не только любил путешествовать, но и с удовольствием погружался в историю Сергиево-Посадского округа. Результат – несколько книг. Он собирал очень долго материалы о том, о тех писателях, которые были в Сергиево-Посаде. И выпустил несколько томов. И еще одна книга у него по муромской дорожке. Это тоже большой исследовательский труд его. О жизни в нашем, тогда это называлось просто Сергиев, да, в городе, потом в Загорск. О тех моментах, которые будут наверняка интересны каждому читателю. Близкие говорили о том, каким был Юрий Николаевич дома. Рейса Степановна и сыновья Дмитрия и Николай вспоминали им о муже и отце. Строгим он не был, вот в привычном смысле этого слова. Он мог так посмотреть, если что не то сделал, и сразу становилось стыдно. Вот буквально родители, папа в частности, нас не воспитывали в привычном понимании. То есть, скорее всего, своим примером. Вот когда он купил дом в деревне, я, наверное, вот с этого все воспоминания такие яркие. Ведь не было тогда, это 80-й год, ни гвоздей, ни досок. Ему какие-то привозили там парты старые, еще что-то, гвозди где-то купят. Но когда мы начинали что-то колотить, он все, все можно было делать. Он дал нам сделать пристройку к дому. Она была, вот я сейчас понимаю, уродливая, да нельзя, но он ценил это. Мы красили дефицитной краской, он всегда был готов поддержать. Дмитрий пошел по стопам отца и тоже преподает русский литературу. Хотя отец не рекомендовал идти в педагогику. Он мне никогда не помогал по литературе, потому что, когда мы начинали с ним, я спрашиваю какое-то, мол, сочинение, мы с ним ругались. Я говорю, так, все. Он говорит, ну, езжай к дядя Олегу Горловскому, он тебе расскажет. Я к нему ездил, то есть он меня отправлял к своему другу. В своей профессиональной деятельности Дмитрий Юрьевич перенял некоторые приемы преподавания у отца. Вот, допустим, есть некая схема в учебнике, ну, как надо оценивать произведение. Ну, в частности, в 8-м В, мы о Шинели говорили, кстати, класс очень хорошо написал последнюю работу, получилось. Есть официальная точка зрения, там, башмачкин, несчастный и так далее, маленький человек. Дети должны ее знать, представлять, но если у ребенка есть свое мнение на этот счет, и он готов аргументировать его текстом, перевернуть с ног на голову привычную вещь, это надо оценивать точно так же, как типа правильный ответ. Это литература, это свобода мысли, свобода творчества. Ну, плюс такая модель. Тоже у отца позовем, что вот есть, допустим, ученик, который допускает, ну, 40 ошибок в диктаните. Есть такие, ну, точно. А если он допускает 35 ошибок, то я ему ставлю тройку. Ну, что, прогрессит. И потихонечку уменьшается, конечно, невозможность сделать нельзя, ну, до 20 ошибок можно уменьшить, потому что там расцветают. Ну, или сочинение вот в формате ЕГЭ, когда 11 класс пишут, вот девочки есть, ну, не получается, или мальчики, говоришь, давай вот, ну, разозлись, напиши по-пацански, вот как ты, такой сленгом, как ты оцениваешь события, которые там произошло. Он пишет, конечно, его читать сложно. Я говорю, а теперь давай это же самое переведем в литературу. Вспоминали о Юрии Палагине и тем, у кого он был классным руководителем. Его классы носили название «Парус», и это братство «Паруса» поддерживало их и после школы. Традиционно собирались на дачи, делились новостями и планами. Юрий Палагин умел вдохновлять и вдохновляться. Его парус всегда был полон свободным ветром. Оксана Мирошникова, Анна Овчинникова, ТВР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова